Я приветствую вас, дорогие телезрители канала Россия 24, на нашей авторской программе Бесогон ТВ. Сегодня мы поговорим о либерализме. Уж как только не ругают либералов, и так, и сяк, а в сущности, в общем-то, не очень многие пытаются разобраться, собственно, в чем же смысл, в чем суть либерализма. И вот сегодня мы попробуем, насколько это возможно, как бы об этом поговорить. Для начала определим, что такое либерализм. Либерализм – это от латинского «liberalis» – свободный. Это идейное течение, в основе которого лежит убеждение в необходимости реализации индивидуальных ценностей и, в первую очередь, индивидуальной свободы. Истоки либерализма восходят к эпохе буржуазных революций XVII-XVIII веков. Основной ценностью либерализма является свобода личности. Другие ценности – демократия, правозаконность, нравственность и так далее, и так далее – истолковываются только как средство достижения такой свободы. По крайней мере, иметь представление о том, что такое либерализм, по этим формулировкам мы можем. А теперь я хочу почитать немножко наших соотечественников. Вот послушайте. «Нет сомнения, что в настоящую минуту общественное мнение в России решительно либерально. Это не случайное направление, не легкомысленное увлечение общества. Либеральное движение вытекло из жизненной необходимости. Оно порождено силою вещей. Такое явление не может не порадовать тех, кому чувство свободы глубоко врезалось в сердце. Свобода – лучший дар, данный в удел человеку. Она возвышает его над остальными творениями. Она делает из него существо разумное. Она налагает на него нравственную печать. За внутреннюю свободу человека умирали христианские мученики. И мысль человеческая истекает из неизведанной глубины свободного разума. Глубоко несчастлив тот, чье сердце в молодости никогда не билось за свободу, кто не чувствовал в себе готовности с радостью за нее даже умереть. Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе, радуемся новому либеральному движению в России. Но мы далеки от сочувствия всему, что говорится и делается во имя свободы. Подчас ее и не узнаешь в лице самых рьяных ее обожателей. Слишком часто насилие, нетерпимость и безумие прикрываются именем обаятельной идеи. Как подземные силы, надевшие на себя доспехи олимпийской богини. Либерализм является в самых разнообразных видах. И тот, кому дорога истинная свобода, с ужасом и отвращением отступает от тех уродливых явлений, которые выдвигаются под ее знаменем. Обозначим главные направления либерализма, которые выражаются в общественном мнении. Низшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Уличный либерал, он прежде всего любит шум. Ему нужно волнение для волнения и более ни для чего. Это он называет жизнью. А спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и нестащимые ругательства, там, наверное, колышется и негодует уличный либерал. Он жадно сторожит каждое буйство. Он хлопает всякому беззаконию. Ибо самое слово «закон» ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнает, что где-нибудь произошел либеральный скандал. Что случилась уличная схватка, скажем, в Мадриде или в Неаполе, неважно. «Знай наших», – думает он, – «но терпимости, уважение к мысли, уважение к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшения жизни, от него не ожидайте». Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства. Отличительная черта уличного либерала – та, что он всех своих противников считает подлецами. Все вертится на личных выходках, на ругательствах, употребляется в дело бессовестные толкования, ядовитые намеки, ложь и клевета. Тут старается не доказать, а отделать, уязвить или оплевать. Опьянилый и безумный он, уличный либерал, хватается за все, кидает, чем попало, забывая всякий стыд, потерявший всякое чувство приличия. Уличный либерал питает непримиримую ненависть ко всему, что возвышается над толпою, ко всякому авторитету. Ему никогда не приходило на ум, что уважение к авторитету есть уважение к свободной мысли, к труду, к таланту, ко всему, что дает высшее значение человеку. А может быть, он именно потому и не терпит авторитета, что видит в нем те образованные силы, которые составляют гордость народа и украшение человечества. Уличные либералы вздымают свои змеиные головы, вертят языком и в бессильной ярости стараются излить свой яд на все, что не принадлежит к их завистливой семье. Это важная фраза. Второй вид либерализма можно назвать либерализмом оппозиционным. Ну, боже мой, какая тут представляется пестрая смесь людей! Сколько разнородных побуждений, сколько разнохарактерных типов! Кому не знакомо это критическое настроение русского общества, которое является в столь многообразных формах. Ну, например, в виде призрительной иронии, ядовитой усмешки, которая показывает, что критик стоит где-то далеко впереди, бесконечно выше окружающего мира. Или в виде глумления и анекдотцев, обличающих темные козни бюрократов. Или в виде неистовых нападок, при которых в одно и то же время с одинаковую яростью требуются совершенно противоположные вещи. В виде поэтической любви к выборному началу, к самоуправлению, к гласности. Или в виде беспокойного стремления говорить и суетиться, в котором так и проглядывает огорченное самолюбие, желание придать себе важность. Или в виде злорадства при всякой дурной мере, при всяком зле, постигающем отечество. Или в виде вольнолюбия, всегда готового к деспотизму и независимости, всегда готовой ползать и поклоняться. Не перечтешь тех бесчисленных оттенков оппозиции, которыми изумляет нас русская земля. Все дело их состоит в том, чтобы агитировать, вести оппозицию, делать демонстрации и манифестации, выкидывать либеральные фокусы, устроить какую-нибудь штуку кому-нибудь в пику, тиснуть статейку, скажем, с таинственными намеками и либеральными эффектами. Или еще лучше, напечатать какую-нибудь брань за границей. Собирать вокруг себя недовольных всех сортов из самых противоположных лагерей и с ними отводить душу в невинном свирепении. В особенности же протестовать и протестовать при малейшем поводе и даже без всякого повода вообще. Я буду стоять здесь, я буду выходить вновь и вновь, и я добьюсь, и мы все добьемся. Наступает только рабство и хаос. Но критиковать несравненно удобно и приятнее, нежели понимать. Это не кончится! Тут не нужно напряженной работы мыслей, не нужно даже действовать. Достаточно говорить с увлечением и позировать с некоторым эффектом. Путин вор! Дальше, чем отменить, разрешить, уничтожить, либерал найдет, да не имеет надобности идти. Ему верхом благополучия представляется освобождение от всяких законов и от всяких стеснений. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках, делают отличную карьеру и тем не менее считают долгом при всяком удобном случае бронить то правительство, которому они служат. И тот порядок, которым они наслаждаются. Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти, да боже упаси, вы что? Тут подымется такой гвалт, что и своих не узнаешь. Это низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции к власти и ругаться. Это написано 152 года назад, в 1862 году. Вы только вдумайтесь. Это написал историк, публицист, профессор кафедры государственного права Московского университета Борис Михайлович Чичерин. Кстати говоря, это дядя другого Чичерина, Георгия Васильевича, который долгое время был наркомом иностранных дел в Российской Федерации и Советском Союзе. А какая парабола? В том же 1862 году замечательный писатель, всем нам известный, Николай Семенович Лесков, пишет следующее. «Если ты не с нами, так ты бодлец». Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. «Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии, кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера, не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы – подлец. Если вы обидитесь на то, что вас назовут подлецом, то вы вдобавок еще тупоумный глупец и дрянной пошляк». Через несколько лет, в 1867 году, гениальный русский поэт Федор Тютчев пишет. «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей. Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы, печати и так далее, и так далее». Что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа. А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России. Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации нисколько не уменьшили их расположение к ней. Словом, в явлении, о котором я говорю, о принципах, как таковых, не может быть и речи. Действуют только инстинкты. Ну, только вдумайтесь, это сказано в 1867 году. Ну, притом сказано не простым человеком, а великим человеком, гениальным русским поэтом Фёдором Тютчевым. Через год, в 1868 году, Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе «Идиот» говорит устами героя Евгения Павловича Радомского. Вот что он говорит. «Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок. Не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё, всё. Если есть для него оправдание, так разве в том, что не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм». Спустя совсем немного времени, всего несколько лет, Достоевский пишет в своём романе «Бесы» продолжение этой мысли, но она становится более объёмной, ясной, выпуклой. А самое главное, о пронзительной с точки зрения провидения, с точки зрения провидения того, что ждёт Россию. Посмотрите отрывок из фильма Владимира Хатиненко «Бесы». Посмотрите диалог Верховенского и Ставрогина. Вдумайтесь, вслушайтесь в эти слова. А что же интеллигенция? Та самая либеральная интеллигенция, которая с таким вдохновением, с таким, затаив дыхание восторгом, слушала Верховенских. Таких Верховенских, чья философия зиждилась на квинтэссенции разрушительной, на катахизисе революционера Нечаева, когда всё подвергалось разрушению. Сметению с лица земли, любых законов, любых правил, всего того, что так или иначе определяет, или должно определять какой-то строй, порядок, какую-то конструкцию государственности, семейную, неважно, не имея значения, но конструкцию какую-то, в которой есть основа, основа порядка. Что же происходит с этой интеллигенцией, которая надевала красные банты и с таким восторгом ждала счастливого будущего? Об этом замечательно пишет Василий Васильевич Розанов в 1918 году. Это замечательный эссеист, литератор. Вот что он пишет. «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы и усадьбы. Но шубы оказались украденными, а хоромы и усадьбы были сожжены». Из чего же складывается и к чему приводит? К чему приводит это отрицание, за которым ничего, кроме отрицания, не стоит? Там ничего не строится, там только отрицается и пользуется, как мы уже слышали, в своих личных интересах то, что так или иначе может принести пользу от той власти или от той структуры, или от того государства, на которое приходится работать тем либералам, которые в свободное от работы время кроют эту власть последними словами. Это соединение слепоты и глухоты одних, что справедливо, это правда, и нетерпимости, и зависти других. Вот на этом соединении возникает цунами революции, цунами гражданской войны. Самой страшной, которой может быть война, гражданская война. Права Наталья Нарочницкая, замечательный политолог и историк, говоря, что только между братьями могут быть такие страшные, жестокие, уничтожающие, кровавые бойни, которыми являет собой гражданская война. Недаром она приводит пример и права, что первое братоубийство произошло из зависти, когда Каин убил Авеля. На этой волне возникают невероятные искривления человеческого сознания и человеческой сущности. Вспомните хотя бы, хотя бы один персонаж. Красную Фурию, эту вдохновительницу красного террора в Крыму, Розалию Залкин по кличке Землячка, которая экономя патроны красноармейцев, давала приказы уже сдавшихся, сдавших оружие белых офицеров баржами топить в Черном море. Посмотрите, небольшой отрывок из нашей картины «Солнечный удар», где она аргументирует и, кстати говоря, очень логично аргументирует то, чему она посвящает свою жизнь. Я вот что хотел спросить, товарища Землячика, разрешите? У меня ваше мнение очень важно. Вот говорят, что в наших идеях, в большевистских идеях, есть много общего от христианства. Равенство, братство или это заблуждение? Печальное заблуждение, товарищ Георгий. Вредное. Товарищ Ленин учит, что это опиум. Я не первый раз это слышу. Лукавая тактика. Нечем бороться, так давайте примажемся. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Сотни лет, веками, они заставляли нас гнуть в спину, чтобы им было хорошо здесь и сейчас. А нам? А нам обещали вознаграждение. Там и потом, на небе. А мы не хотим там и потом. Мы хотим здесь и сейчас. И мы там бьем. Чёртов характер. Ой, опять зажглась. Я даже говорить спокойно об этом не могу. Есть логика в том, что говорит землячка? Безусловно, есть. Безусловно. Но только методы достижения, они совсем иные. Поэтому я говорю, что революция и гражданская война, она высекается искрой, когда соединяются слепота и глухота и равнодушие. Одних власть придержащая. И нетерпение, и зависть других. Но всё дело в том, что те, кто несправедливо оскорблён, кто хочет изменений, кто не хочет мириться с нищетой, с болезнями, с несправедливостью, с бюрократией и так далее, и так далее. Их много, и они имеют право на голос, и они имеют право на свою борьбу. Но это борьба за созидание, а не за разрушение, которое, как правило, является основой жизни либерального общества. Потому что на тех баррикадах, на которых находятся вот эти люди, обездоленные и справедливо желающие улучшения, на тех баррикадах верховенских нет. Они толкают их, они вытягивают их, они провоцируют их, они возбуждают эти массы, но они не идут впереди с открытой грудью. Они уже в другом месте. Они продолжают в другом месте. Я думаю, что о том, как живуч этот тип русского либерала, как он мимикрирует во времени, как он приспосабливается, как он меняет задачу, как раз оставаясь все равно персонажем, о которых пишет и Чичерин, и Лесков, и Тютчев, и Достоевский 150 лет назад. Я надеюсь, мы поговорим в нашей следующей передаче. Я благодарю вас за внимание и очень жду вас на нашем Бесогоне ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова